Но похоже в кулуарах о бюджете говорили больше, чем в сессионном зале. На вечернем заседании депутаты довольно оперативно рассмотрели поправки и документ утвердили. Как голосовали избранники, какие фракции поддержали законопроект, как парламентариев убеждал премьер, узнаем у Елены Зориной, она на прямой связи со студией. Лена, здравствуй, ждем от тебя деталей. Да, Кать, добрый вечер. К рассмотрению бюджета народные избранники приступили за час до закрытия вечернего заседания. Сначала проголосовали за изменение бюджетного и налогового кодексов для того, чтобы определить источники доходов, а уже после взялись за смету 2018. Документ насобирал более 2000 поправок, из них согласовали 800. Поддержать проект бюджета в парламент приехал премьер Владимир Гройсман. Он назвал документ бюджетом развития. Все бюджет есть бюджетом развития экономического, там полностью врахованы интересы децентрализации. Багато было мудрых думок в этой зале. И у нас будет час для того, чтобы мы каждый пропрацевали пропозицию и враховали ее. Документ предусматривает повышение минимальной заработной платы до 3723 гривен. Прожиточный минимум с 1 января составит 1700 гривен и будет дальше расти. Инфляция на уровне 7%, курс гривни по отношению к доллару 29 гривен и 30 копеек. 55 миллиардов предусмотрено на субсидии, а вот на оборону почти более чем втрое больше. 165 миллиардов. Увеличат доходы местных бюджетов. Предусмотрена немалая сумма на ремонт дорог 44 миллиарда. В зале бюджет вызвал немало критики, но ко второму чтению документ пообещали поправить. Мы не видим в этом бюджете достаточно стимулей для развития экономики. Знову увеличивается больше 10 миллиардов финансирования МВС. Как это так может быть? Чем больше предпринимателей платят податки, тем больше увеличивается финансирование силовиков и чиновников, которые потом идут к этих же предпринимателей, тиснуть на них. Что к тем предпринимателей, которые должны быть включены и сбалансированы в бюджет. Частина из них касается финансирования армии, частина из них касается финансирования медицины. Мы внесли пропозиции касательно увеличения рентных платежей, для того, чтобы эти рентные платежи дали возможность увеличить доходную часть бюджета. За главную смету страны проголосовали 260 народных избранников. Не поддержали документ «Самопомощь», «Батькевщина» и «Оппозиционный блок». В пропрезидентской фракции прогнозируют, что в этом году бюджет окончательно утвердят не под елку, как это обычно бывает, а в начале декабря. Декабря две следующие недели у депутатов будут непленарными, поэтому будет время заняться как раз поправками к бюджету. Катя. Спасибо, Лена. Елена Зорина была на связи со студией. Она наблюдала за бюджетными баталиями в парламенте. Продолжение следует...